Всем привет, дорогие зрители, подписка канала, вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я вас приглашаю в новый выпуск и в новое путешествие. Мы сегодня собираемся и отправляемся в Смоленск. Там живут наши друзья, наши первые, одни, точнее, из первых зрителей, кто подписался с нами, приглашил встретиться, познакомиться, и наше знакомство пересло в дружбу. Сегодня поедем, познакомимся, многие, конечно, видели их уже в предыдущих выпусках, потому что мы очень часто встречаемся. Но для тех, кто не в курсе и не знает, вы сегодня увидите. Поддерживайте выпуск лайком, пишите комментарии и погнали в новый город, в новое путешествие. Вы часто задаете мне вопрос, Славян, как же зарабатывать в интернете и вот так вот удаленно работать и больше путешествовать? Так вот, самым эффективным решением это открыть интернет-магазин, в принципе, что у нас давно-давно есть. Вы, кто давно у нас подписан, знаете. И сейчас очень крутое, что есть, вывести свой интернет-магазин на маркетплейс и вообще начать развиваться именно на маркетплейсах. Самый востребованный маркетплейс это Wildberries. Я думаю, что каждый из вас, совершая там огромное количество покупок на этом маркетплейсе, мы, конечно же, тоже не исключение. И поверьте, деньги там крутятся огромные. Все, кто там создает интернет-магазины, кто с умом, точнее, это делает, зарабатывает прилично. Мы никого не обучаем, но я хочу вам порекомендовать Андрея, который вам поможет разобраться в этой платформе, выбрать товар, подобрать нишу, не совершить ошибки и запуститься на этой площадке. Поэтому я рекомендую посетить бесплатный мастер-класс Андрея, на котором он расскажет, как выйти на популярный маркетплейс Wildberries и начать там зарабатывать от нуля до ста. Вы узнаете, как устроена данная платформа, как выбрать правильно товар, как самое главное не ошибиться, как избежать проблем с сертификатами и что важно знать при выборе поставщика. А также узнаете кучу других нюансов работы с данным маркетплейсом. Андрей давно в бизнесе, у него собственная компания по торговле с Китаем OneOp. У него пятилетний опыт работы с товарами. Два собственных магазина с общим оборотом 50 миллионов рублей, что на самом деле немало. И он вложил более 2 миллионов рублей в свое образование. Для того, чтобы попасть на бесплатный вебинар, я оставлю ссылочку в описании. Переходите, смотрите ближайшие встречи, регистрируйтесь и открывайте для себя новые горизонты. И знайте, что в интернете можно зарабатывать хорошо, тем более имея интернет-магазин, да еще и на Wildberries. Немножко покажу вам вид из нашего окна, точнее не из нашего, из окна родителей. Там стоит тачка. Тю-ю-пум-пум. У нас появился огромнейший багажник на крышу. Сейчас мы будем заполнять. Сейчас буду загружать машину. Буду делать первую загрузку нашего бокса. Кто на нас давно подписан и смотрит, помните, как здесь у нас лежали комплекты постельного белья вот так вот, горкой. Вот, сейчас это все дело, все убираться будет на крышу. Я думаю, что весь салон у нас будет полностью свободен, я надеюсь. Но посмотрим, как будет. Так-то, в принципе, он здорово, 520 литров. Где мы его приобретали, ссылочку посмотрите, предыдущий видеоролик. Там все указано. Что касается Смоленска, я думаю, что про этот город, про наше путешествие в Смоленск будет 2, либо 3 даже видеоролика. Поэтому обязательно жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А также подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Там, как говорится, экспресс-путешествие. Ну, собственно, смотрите, насколько разгрузился багажник. В целом, вот как и входило в планах. Это матрас, и то его тоже можно, кстати, закинуть наверх. Стол, стол туда вряд ли войдет уже. Так, стол можно вот сюда прятать. Но у нас как бы 20-литровка. Либо что-то придумать 20-литровка. Ну, пока не знаю. Биуч, холодос, здесь полностью посуда. И еще там лежит у нас какая-то коробка вот эта с барахлом. Не знаю, потом будем перебирать. Не сегодня уже. Как здорово, в общем, разгрузился, да? Теперь салон. Здесь останется в салоне только гитара. У нас еще есть два наших чемодана. Их, по идее, вот сюда можно ставить за кресло. Они никогда не мешались. В принципе, они так и ездили. Вот, собственно, тут у нас все. Все идеально. Здесь встает гитара. И здесь тоже все очень хорошо стало. Ну и, собственно, сам багажник. Посмотрите, место там еще остается до хрена. То есть можно грамотнее гораздо разложить. Вот здесь вот все эти дыры позатыкать. И когда он закрывается, где-то еще вот так вот примерно наверху можно что-то раскладывать. Вы не поверите, время 20 минут пятого уже. И мы только вышли. Очень долго собирались. Планировали выехать в два, в три. В итоге вот уже время столько. А зачем с этой стороны? Ты всегда стой садишься. Да, зачем тебе с этой стороны? И единственное, что мы даже сейчас не выйдем. Скорее всего, сейчас мы поедем еще в гараж. Наберем еще потом воду. Минут 30-40 нам на это надо. И только потом мы будем выезжать. То есть будет уже пять. В Смоленск мы приедем примерно в 10 вечера. Традиционная процедура у нас. Старт. Ага, свободный пролив. Понял. У нас, значит, 27 градусов. Полбака почти нам хватит на 380. Но скорее всего, когда поедем, будет 450 примерно писать. Поэтому заправляться будем только перед Смоленском. Так, мы теперь точно выезжаем. Время 16.40. Ехать нам 425 километров по платке и 427 по бесплатке. Что так 5 с половиной часов, что так 5 с половиной часов. Ладно, сейчас по факту уже будем разбираться. Мы вот двигаемся к бетонке. И Настя, как говорит, Ксюша написала, нигде не ужинать. И я такой езжу, думаю, блин, походу нас ждет поляна. Но это как бы здорово. Но кушать уже охота, несмотря на то, что мы недавно обедали. Мы уехали из нашего района, вот этот кузнечик, который называется. Ехать нам дальше прямо, короче, до бетонки. А потом мы уходим либо на бетонку, либо на цкат. Вот, собственно, я не знаю, как лучше поехать, потому что что так, что так, по времени одинаково. Ну, сейчас будем, будет понятно уже непосредственно. Нам самое главное сейчас вот тут вот, где поворот Азнобишина, Щапова, там пройти. Потому что там есть затруднения. Ну, вот, собственно, первая пробка. Там держит светофор. Я решил поехать не через Азнобишину, вот это, с вами на бетонку, а через красную покру, потому что там перед бетонкой все жестко стояло. Здесь вот мы и едем, по крайней мере. Вот сейчас можно уйти на цкат, это платник. А можно поехать прямо, чуть подальше и уйти на бесплатную, на бетонку. Вот, на самом деле, можно и по бесплатке поехать. В принципе, там нормальное сейчас движение, ну, нет пробок. Но в этой части цката я еще не ездил, поэтому мне, на самом деле, очень интересно, как там и сколько будет стоить проезд. Я положил вот эту хреновину сюда на панель, и мы сейчас проезжали камеру, такая, которая, типа, до трой скорости. И он меня пикнул. Видимо, списались деньги, наверное. Ну, в общем, с бетонкой будем прощаться. Проехали мы достаточно хорошо, вообще нигде не стояли. Вот наша развязка. Мы сейчас уходим, получается, в подмост на М1. Внимание, вы езжайте на платную дорогу. А где я бесплатная? Хочу на бесплатную. В общем, я решил уходить с платки, потому что платка стоит. Она тоже красная, вообще, местами. Вот, он меня даже сами здесь ведет по бесплатке. Здесь, вон, платник вообще трындец, ДТП. Здесь опять стоит. Нет никакого прикола, короче, как говорится, платить, да еще и стоять. Пятница вечер, движение плотное. Идем 90. Можно было поехать по Можайскому шоссе. Но я посмотрел, что там много сенофоров. А вот здесь, на Минке, получается, ДТП там дальше будет пробка красная. Но я так подумал, что, скорее всего, Минка будет двигаться быстрее. Поэтому здесь. Ну и вот пробочка, про которую я говорил. Где-то там ДТП. Вот, можете заметить, вообще, в конце игра и нету этой пробки. Не знаю, сколько у меня здесь проторчим. Обидно, конечно, обидно. Сейчас едем, и вот фургончик вот этот вот, 67-й регион, равняется со мной. Говорит, про душ не снимали. Я говорю, снимали. Он говорит, я вас увидел. Вот так вот, наши зрители уже повсюду. Здорово. Да, если смотришь, привет тебе. Хорошо. Мы заезжаем в Смоленскую область. Вот, чтобы вы так не проскочили, как вы, заходите. Вот, после поста есть исток у нас были реки. Очень крутая достопримечательность. А у нас Смоленская область начинается. Мы уже совсем близко. Нам ехать всего лишь 3 часа еще. Всего лишь. Здесь такая зона отдыха. Посмотрите, с левой стороны часовный стоит. С правой стороны есть. В осыне в дизель 5160, 95-й, 51-й, 85-й, кому это нужно, знайте. Все, двигаемся дальше. Теперь Смоленская область. Заправляемся, едем дальше. Ага, готово. Слушай, прости, но мы такие голодные, что мы взяли по сосиске в тесте. Но мы едем обязательно. Я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых 2. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! У нас дело к закату и посмотрите, сейчас 20.11. Температура за бортом 16 градусов, представляете? Обалдеть! Дубак! Здесь так интересно, слева-справа натянута сетка и везде предупреждающие знаки о том, что дихие животные переходят дорогу с факта скорость, будьте осторожны. Для такого количества предупреждающих знаков о животных вообще не видно никогда. Вот табличка сейчас была, зеленая карта. Здесь вот мы еще даже до Смоленска не доехали, а делают уже страховки для того, чтобы въехать в Беларусь. И вот видите палатка стоит? Грин-карт, 24 часа, ОСАГО. Спасибо! Вот, если, собственно, ехать в Беларусь, нужно обязательно сделать страховку, эту зеленую карту, чтобы, ну, как говорится, не было никаких проблем уже там. А это мы пересекаем сейчас реку Днепр. Вот так она выглядит. На самом деле она сейчас такая, типа маленькая, а на самом деле она иногда так разливается, что вот прям к дороге подходит. Я точно не помню, здесь есть ли это, но вот, например, в Беларуси точно, вот прям едешь по дороге, здесь попадешь в такой сезон, и прям вот асфальт, и здесь уже разлив реки. Если ехать до Минска, то нам осталось всего лишь 400 километров, и мы в столице Беларуси. Вот сколько едем, на самом деле, трасса хорошая. И пятница, и вот здесь уже движение плотное. Если вначале, когда мы только начинали ехать, плотное было, сами видели, пробки и прочее, то сейчас вообще едем, едем хорошо, прям достойно, нету каких-то ям неожиданных на дороге, нет каких-то турбулентных моментов, вот прям реально хорошая, нормальная дорога. Я даже удивлен, если честно. Пока вот нормально. Нам осталось ехать час, примерно километров 60, наверное, до точки. 96 километров нам осталось, вот. А еще, на самом деле, вот едешь по этой трассе, вот к Смоленску уже подъезжаешь, и очень много, ну, понятное дело, белорусских номеров. Вот, например, да, слева нас машина обгоняет фурта, понятное дело, а еще много европейских номеров. И вот мы едем, и так хочется в Европу отправиться, путешествовать, просто жесть. Я уже говорю, давай, когда мы там рядом, гугли, как вообще нам сейчас попасть через Белоруссию куда-нибудь, там в Европу, есть ли какие-то варианты. Не знаю, вообще не придумаем. А так, конечно, да, ездят разницы ими номерами. Так, смотрите, у нас долгожданная табличка развязка на Смоленск. Сейчас будем поворачивать туда. На Смоленск? На Смоленск, да. Белоруссия у нас прямо. Осталось, на Белоруссии, то вообще пешком идти можно. Через 500 метров у съезд поверните направо на трассу А-132. Ну вот, мы и заехали в Смоленск. В Смоленск. Так, правда, темно, ничего не видно. Здесь какой-то был мемориальный парк подсвечивался, но я не смог даже ничего разглядеть, потому что здесь реконструкция дороги, фонарей нету. Водочка фонарей. Но это сейчас, там-то не было. Все, осталось нам 10 километров. Я даже не знал, что в Смоленске есть трамваи. Смотрите, какая широкая причем. Два туда, два обратно. И центр города, я вам скажу, очень забавный. Прямо я не ожидал. Прямо не ожидал, что с первых шагов будет такой, типа, знаете, эффект такой вау. Но это ночью мы заехали, все светится, все действительно так прикольно, красивенько. Посмотрим, как будет днем. А вот они уже, наши-то стоят. Сомбат! Сомбат! Ты что этим мировым спитом? Привет! Привет, Сомбат! Привет, Сомбат! Привет, Сомбат! Ничего недолго. Привет. Как вы вас давно не увидели, ребятки? Вы такие классные. Да. Аааа. Наконец-то вы доехали до нас. Да. И даже у нас не холодно. Двух не холодно мы вообще замерзли. Привет. Привет. У тебя я только спал. Разбудили, Мирончик. Маленько пошла. У тебя нет. Смотри. Помнишь Мирончика? Так он был совсем маленький тогда. Ты приезжал, он был в животике, как у мамы. Нет. Мы по-дольски видели его. Нет, я говорю, сначала приезжал, когда в животике он был, как у мамы. Потом ты приезжал, когда он уже был побольше. Но спал. Давай, дари подарочки. Не вырывайте. Ой, пацаны. Вот тебе еще раз за красочкой. А что ты на ручках? Ты уже взрослая тоже. Возьми подарочки, принцесса. Ты что? А где? А где? А где? А где? Ведется мне держаться. Нормально. Папа будешь рисовать. А где? А где? Привет. Привет. Осталось чуть-чуть. До встречи. Да. 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 Молодцы вообще, ребята. Ну все, за ручку уже. Эй, принцесска. Она была чуть побольше Мирона, когда в эти росточки ехала. Ну да. Да. Она же ходила еле-еле. Ну да. Так, куда идешь? Да, да. Она еще на руках была. Да, да. Так. Мы заходим. Проходить сюда. Это кошка уже все злая. Кошка дальше. Кошка дальше. Кака у вас куча? Топой, Лена. Ксюшка там наготовила. Смотри, она спуст на факте, чтоб ты нас сделала. В первый раз. Манишка. Не снимай. Всё там. Манишка. Слушай, пожалуйста. Все, у нее шок, она чувствует Кстати, а кошки не чувствуют, а они всегда так это впрыгают Многое картины, премески Для вас всех, для крови, мы надеемся, что у вас этого не было И что вам это очень понравится В общем, держите сами, давайте Так, ребята, подарок приготовили Что там? Так как вы много проводите времени на воде Переворачиваете Скоростной катер Его можно запускать На речке будете его вместе Ну, пацаны, я, конечно, вас расстрою, Артем, тебе сколько лет? Сколько, отпусти 8 плюс 7 Да, тебе 7, а тебе сколько? 5, а мне есть уже 8 До свидания Так что пошли на речку, отпусти Что нужно сказать? Спасибо Обнять, поцеловать Смотри Аккуратно просто понижите Вомно, аккуратно еще Сильные стали Оооо, тут опечающая realistic Принцесса Ну, как можно? Оооо, на лобб治 Оо, оооо, оооо Соскучился дароже да да я помню раз не хорошо поладила все уши тут наготовила пюре котлеты это самое любимое блюдо пацанов специально да серьезно это 100 детский стол взрослый стол ночи до сынчик ну какова красота вот встреча вот я понимаю наконец-то наконец-то ой какой у завстречка горится в общем ребята я вас познакомлю самбата ксюша это те люди которые подписались наш канал когда у нас было полторы по-моему мы еще были очень зеленые это первые люди которые нам предложили встретиться приехали в сочи а я бы как бы вообще лежали вот тут в спальне смотрели твои выпуски про сочи и такие в этот же вечер мы купили билеты и приехали туда и тебе просто да эти написал типа вот мы будем сочи встретимся и понеслось да ибо они потом приезжали к нам и на гендер пальцы и когда было у мирона и и в подольск приезжали когда мы мимолетом туда заехали просто выпуск после снимок после да вот что так вот 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 для чего создавался тут вот ухаживает за мирончиком все давайте кушайте нападает на ягоды на ягодку кружок это с огорода прям а голубика белорусская ну я понял арбуз смоленский смоленский я скажу вам это сомбат нарезава щас мы проработали арбуз вот это бешенство тут вечером происходит надули матрас он же батут вот такой вот насыщий день получился наше новое путешествие и наконец-то долгожданная встреча я хочу сказать что именно с этими ребятами мы хотели отправиться в дагестан вот они съездили привезли тут такие сувениры надеюсь мы тоже скоро попадем я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра в новом видеоролике вы ставьте лайки пишите комментарии и совсем скоро будет вот такой вот сезон пока а